Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхниками. Я в студии Анастасия Лакман. И вот о чем мы расскажем сегодня. Скорой помощи нужна скорая помощь водителей. Несколько бригад вынуждены простаивать из-за нехватки кадров. Голый лед. Город покрылся тонкой коркой льда. Как правильно падать, научат спортивные тренеры. И новый пример успешного бизнеса. К эфиру готовится очередная серия проекта стартаперы. Скорой помощи не хватает водителей. Такой клич на днях появился в социальных сетях. По норме за смену должны дежурить 14 машин. Сейчас эта цифра едва доходит до 10. Сердце бригады скорой помощи его водители. Геннадий Свойкин работает в скорой не один десяток лет. Сейчас он начальник гаража, но вынужден мчаться на вызовы. Водителей катастрофически не хватает. Обязанности, что он должен, так сказать, везти автомобиль, соблюдать все правила дорожного движения. Отвечает за жизнь, так сказать, себя и медперсонала, и больного, которого он перевозит. А вот детских бригад всего две. Везут маленьких деток до Усолья. Путь не близкий. Скорая помощь нуждается в водителях. Все справки по телефону 26 4606. Осторожно, гололед. Березняковский травмпункт буквально разрывается от посетителей последние три дня. При падении горожане получают серьезные травмы. Из 24 обратившихся, 19 наложили гипс. Сергей Коленик расскажет, как устоять на ногах. Во время движения старайтесь идти медленно и аккуратно. Руки в карманах лучше не держать, а балансировать ими при движении. Ноги на землю ставьте полностью на всю подошву и идите так, как будто надеты лыжи. Девушкам желательно на время отложить высокие каблуки. Эдуард Клинов известный в городе тренер по самбо и дзюдо. Много лет учит спортсменов, в том числе и правильно падать. Головой туда упал, стукнулся. Вот это неправильно. Если человек упал, видите, голова находится, у меня подбородок прижимается к груди. Вот я упал. То есть руки идут как амортизаторы. То есть мы хоп, стучим. Но опять же, да, есть, начинаем, да, падать. Хоп на локоть, да, на локоть упал, сломал ключицу. Чтобы этого не случилось, мы должны как бы падать, да, подскальзиваться. Видите, рука опять прямая. Тем временем благоустроители работают круглосуточно и, казалось бы, все успевают. Самые оживленные улицы посыпают первыми. Тем не менее, расслабляться не стоит. По крайней мере, центральная улица убирается, тротуары убираются. То, к сожалению, дворы, то есть остальные второстепенные улицы, они не убираются. Посыпают, вот видите, посыпали. А вообще страшно ходить? Ну, страшно, конечно, мы же уже старые. Ну, я смотрю, какая обувь. Может быть, где-то скользко. А так вот, ну, не знаю я. Ну, я вот иду, сейчас нормально все. Плохо ходить. А почему? Потому что скользко. Мама выйти из дома не может, потому что постоянно гололед, грязь, холод, сыро. Последние три дня в травмпункте «Аврал» добрая половина людей приходит с травмами от падения в гололед. И, к сожалению, у большинства не просто синячки, а серьезные переломы. В травмпункте обратилось 24 пациента, пострадавших вот именно, ну, в связи с гололедом. Это были переломы лучевых костей и лодыжек. Растяжение связок были. Наложено было 19 гипсов. Если и вы неудачно упали, попросите о помощи. Приложите холод и вызовите скорую. Сергей Каляник, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками. К другим темам. В присоединившемся Усольском районе до конца этого года проведут контроль качества воды. А уже в 2019-м в Пыскаре, Ощепково и Орле появятся новые скважины. Такие жизненно важные решения накануне приняли депутаты на очередном заседании Городской думы. Также народные избранники утвердили расходы на проект строительства домов культуры в Березовке, Щекино, Лысьве и Шемейном. И библиотек в Ощепково, Турлавах и деревни Сороковая. Выделить деньги решено и на реконструкцию очистных сооружений в Правобережье, восстановление городского освещения, ремонт моста через Яеву по дороге в Белую пашню, покупку еще двух снегоуборочных машин для спецавтохозяйства и на приобретение оборудования для подогрева футбольного поля в Березняках. Позаботилась городская мэрия и о детях из отдаленных поселений. Им организуют бесплатную доставку до школы. Кто за данное решение? Прошу голосовать. Против? Воздержался. Решение принято. Отмечу, новые статьи расхода появились благодаря очередным поступлениям из бюджета края и федерации. Большую часть денег, а это 147 миллионов, решено израсходовать в этом году. Остальные средства пойдут на покрытие дефицита бюджета города. А сразу после принятия важных решений в администрации депутаты отправились на правобережье. Там они проинспектировали ход строительства новых домов и детского сада. А после пообщались с представителями компании «Т-Плюс», которая с 2014 года снабжает теплом не только любимов, но и все березняки. Все подробности далее. Садик рассчитан на размещение 12 групп. На первом этаже размещаются ясельные группы. Это дети от 1 до 3 лет. На втором этаже, соответственно, дети от 3 до 5 лет. И на третьем этаже дети от 5 до 7 лет. Самая современная система пожарной безопасности больше десятка – камер наблюдения, видеодомофон. Есть даже лифт не только для людей, но и для раздачи еды. И это лишь малая часть того, что мы успели заметить, гуляя по коридорам нового садика. Между тем подрядчик утверждает, такого уровня березняки еще не видели. Строили по принципу все лучшее детям. Время сейчас, конечно, по-другому нельзя построить, потому что требования очень жесткие. И безопасность детей у нас на первом месте стоит. Ну, хотелось бы, чтобы, конечно, территория была более благоустроенная, зеленая. Увидим мы это все, конечно, весной. Зелени на территории садика будет предостаточно, говорят строители. Под снегом уже красуется и зеленый газон. Буквально через пару недель здесь появятся веранды и игровые комплексы. Кстати, в сам детский сад как раз во время визита депутатов завозили посуду. В ближайшее время доставят и мебель. В настоящее время отопление здесь подано. В ходе экскурсии депутаты задавали застройщику самые разные вопросы, начиная с даты сдачи, которая, кстати, запланирована на начало декабря, и заканчивая кадровым резервом. Сейчас руководитель учреждения, а это у нас будет второй корпус 92-го детского сада, проводят в ней процедуру согласования с потенциальными кандидатами на должность воспитателей, помощников воспитателей. По мере открытия групп, думаю, будем находить и помощников воспитателей, воспитателей. Сразу после инспектирования детского сада депутаты поднялись на 18-й этаж дома номер 9 на Дощениково. Там для них организовали импровизированную смотровую площадку и рассказали, как проходит строительство в целом. Сейчас ведется монтаж каркаса по позиции 9, позиции 8. Это у нас строители дом 10 и дом 12, соответственно. Это следующий год. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию два дома. Это Дощениково 7 и строители 8. А это значит, уже после Нового года еще около 750 семей смогут переехать в новые благоустроенные квартиры. Кстати, свободные среди них еще остались. Так что, если вы уже мечтаете о переезде, бегите в отдел имущественных и земельных отношений. А депутаты тем временем уже отправились инспектировать новую насосную станцию в левобережной части города. Напомню, еще в начале октября там в ходе испытаний обнаружили небольшой дефект. Из-за него станцию затопило. Сегодня депутаты решили лично убедиться, что работа над ошибками проведена успешно. Во-первых, те слабые места, то есть антивибрационные вставки, они убраны, пересмотрены проектные решения, то есть внесены изменения в проект. И соответственно, что на первой, что на второй насосной, эти слабые места, они просто-напросто убраны, то есть сделаны жесткие металлические вставки. Сегодня на обеих насосных станциях завершен этап испытаний и настройки оборудования. Отмечу, что эта же компания «Т-Плюс» обеспечивает теплом и весь строящийся микрорайон. И жалоб на перебои с отоплением от жителей любимого еще ни разу не поступало. Напомню, строительство микрорайона идет под контролем губернатора Максима Решетникова и корпорации развития Пермского края. Евгения Кокшерова, Анастасия Лакман, Степан Некрасов и Виталий Третьяков. Новости Верхнекамья. И продолжу еще одной радостной вестью для всех, кто ждет своей очереди на переезд в Любимов. Накануне корпорация развития Пермского края нашла нового подрядчика для строительства еще двух 17 этажек в шестом квартале. Был один подрядчик из Воронежа, ООО «Алекс». Он вошел в стройку, начал готовить площадку, подготовил забор, забил пробные сваи, но на этом, скажем так, остановился. Проблема была с получением банковской гарантии на аванс. То есть мы с этой организацией расторгли договор и провели конкурс, и появилась новая компания ООО «ТСС». Московская компания «ТСС» была основана в 2012 году. В числе ее уже реализованных проектов два больших квартала в Красногорске. Сейчас там же ведется строительство третьего. В Березняках москвичи обязались возвести около 12 тысяч квадратных метров жилья. Причем сделать это им предстоит до конца следующего года. После в Правобережье смогут переехать еще порядка 238 семей. Стоимость контракта оценивается почти в 430 миллионов рублей. Продолжить строительство подрядчик сможет после заключения договоров. Сейчас в Любимове завершается строительство двух домов первой очереди в шестом квартале и продолжается возведение 11 домов второй очереди. В целом же в рамках проекта планируются три очереди строительства, а это 31 многоэтажка. Профорентация в новом формате. В Пермском национальном исследовательском политехническом университете прошел день карьеры, организованный компанией «Еврохим» при участии фонда «Надежная смена». На презентации международной кампании, больше похожей на яркое шоу, побывал Дмитрий Сидельцев. Мы рады приветствовать вас сегодня на уникальным актом для вашей карьеры мероприятий «Еврохим-кориадей». Если вы считаете, что профориентационное мероприятие – это скучная лекция, значит, вам не посчастливилось побывать на дне карьеры компании «Еврохим». Волна увлекательных встреч, больше похожих на познавательные шоу, стартовала 9 октября в городе Иваново и пройдет по всей России. В течение полутора месяцев она охватит учебные заведения страны от Полярного круга до Черного моря, прокатившись от Западного Урала до Москвы. Новый формат знакомства с предприятием открыл для себя и Пермский политех. Вместо скупой презентации преимуществ компании «Еврохим» предложил участникам дня карьеры нечто более интересное – конкурсы и викторины, поиск решений необычных задач и участие в уникальных экспериментах. Один из спикеров мероприятия – Алексей Иванченко, известный многим как соведущий программы «Галилео». В рамках одного из направлений мероприятия под названием «Открытая лабораторная» московский гость не раз заставлял присутствующих вскрикивать от удивления. По мнению Алексея Иванченко, этот эксперимент ярко показывает использование знаний по физике на практике. Процесс обучения не должен заканчиваться с получением диплома. Те, кто хочет добиться успеха, должны испытывать постоянную тягу к знаниям. Ребенок выучил, зазубрил, получил свою хорошую отметку. Все, цель достигнута, знания больше не нужны, оно забывается. Ребенок должен быть мотивирован на получение знаний, а не хорошей отметки. Поэтому я пытаюсь развить вот этот вот устойчивый интерес. А вот и реальный пример успешной карьеры, основанной на саморазвитии. Данил Бутузов всего год назад был студентом КНИПУ. Мы встречались с ним на чемпионате Еврахима по решению инженерных кейсов. Сегодня молодой человек уже работает на Усольском колейном комбинате на руководящей должности. У нас были кейсы также по нашему предприятию. Мы почерпали знания, умения. Далее пришли уже на комбинат наш, Усольский колейный. Соответственно, там начал с низов, скрепильщиков, проработал два месяца. Далее появилась непроизводственная необходимость, подняли до мастера. Сначала на испытательный срок, соответственно, я его отработал, всех устроил. После этого перевели уже на постоянную. То есть теперь я являюсь горным мастером участка вентиляции. На дне карьеры Еврахим можно не только на других посмотреть, но и себя показать. Студенты политеха смогли продемонстрировать свой потенциал в знании горного дела, химии и физики, участвуя в интеллектуальной викторине КВИЗ. По итогам игры три самых эрудированных команды были награждены ценными призами. Ребята, закончившие это учебное заведение буквально 2-3 года назад, уже работают на руководящих должностях родников. То есть такие звездочки есть, и их немало. 30% целевиков после окончания учебного заведения очень активно развиваются в сфере профессиональной деятельности, в сфере саморазвития, личностных каких-то качеств. Хотелось бы, чтобы таких ребят звездочек было больше. Удача улыбается активным, считает в Еврахиме. За участие в разных этапах дня карьеры студенты получали специальные стикеры. Среди тех, кто смог собрать весь набор, были разыграны главные призы – фитнес-браслет и айпад-мини. Но и те, кому повезло меньше, не ушли без подарков. Каждому был вручен сертификат участника и сувенир от компании Еврахим. К слову, вчера и сегодня подобные мероприятия прошли в Березняковском политехническом техникуме и филиале ПНИПУ. А завтра в дне карьеры Еврахим смогут принять участие студенты Соликамского горнохимического техникума. Дмитрий Сидельцев, Степан Некрасов. Новости в Верхней Камье. А вот для героев нашего нового проекта «Стартаперы» решающей ступенью в их карьере стал собственный бизнес. Каждую неделю мы рассказываем о человеке, который однажды решил открыть свое дело. Главной героиней прошлого выпуска стала флорист Александра Черцова. В конце программы зрителей ждал вопрос от «Стартапера». Итак, мой вопрос. Что такое гламелия? Первым правильно ответил на него абонент, чей номер заканчивается на 4129. И его ждет подарок от мастерской «Артбукет». А сегодня задаст новый вопрос и расскажет о том, как создавался ее бизнес Анастасия Шварева, владелица детского развивающего центра. Моя главная задача – это подарить сказку детям и их родителям. Историю Анастасии Шваревой вы услышите уже после выпуска новостей в проекте «Стартаперы». Березняки радушно приняли чемпионат Пермского края по спортивной акробатике в памяти талантливого тренера Геннадия Зверцова. Во дворец «Темп» съехались все спортивные школы края, чтобы выявить лучшую. Сильные, смелые, ловкие и умелые руссконародные мотивы выступления артистичной четверки акробатов тут же приковали внимание зрителей. И правда, как же оторваться? Мастерские выполненные стойки, синхронные движения и искренние сияющие улыбки. А от этих кадров и вовсе сердце замирает. На манеже четверка акробатов из Перми. Эти бравые мальчишки – члены сборной России. Своим выступлением покорили сердца не только зрителей и других участников, но и, конечно же, судей. Только представьте, сколько времени ребята потратили на отработку этого элемента. Настоящее произведение искусства акробатического жанра. Еще два года назад было страшно. А уже нет, я привык. Он доверяет своим нижним. Его нижние никогда не подведут. Всегда поймают. Захватывает дух и от выступлений женских команд. Девчонки-то ничуть не хуже. Сотни раз отработанные стойки на тренировках нужно безукоризненно повторить на соревнованиях, когда на тебя смотрят сотни глаз. И не дрогнуть. Порой у кого крепче нервы, тот и чемпион. Данные соревнования являются отборочными для формирования сборной команды Пермского края. И в 2019 году эта сборная будет представлять Пермский край на межрегиональных и российских соревнованиях. 250 участников от первого юношеского разряда до мастеров спорта. Больше остальных на соревнованиях представлены Перми-Березники. Это сильнейшие спортивные школы края. Три соревновательных дня и вот время подводить итоги. Девять комплектов наград остаются в нашем городе. Что касаемо сборной края, то окончательный состав назовут уже 1 декабря. Будем держать кулачки за наших. Елена Суханова и Станислав Атаманов. Новости Верхнекамья. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Далее прогноз погоды и вторая серия проекта «Стартаперы». Не переключайтесь. В студии была Анастасия Лакман. Всего доброго и спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова